Покоронила мать, сына, и она слава купила эту квартиру. Здесь Алевтина Веснина вновь училась жить одна. Когда ей понадобились 500 тысяч рублей, помощи ждать была неоткуда. Их пенсионерки выдали лишь в конторе микрозаймов «Сибирская народная казна». Она исправно платила по 38 тысяч в месяц. Просрочка случилась лишь однажды. А через 4 месяца из квитанции ЖКХ узнала, что квартира уже не ее, а человека, который фигурировал в заключении сделки. Перед выдачей денег меня пригласил руководитель этой фирмы. Предоставил мне договор купли-продажи. И пришел человек, незнакомый мне, который вместе со мной его подписал. Это подставное лицо. Он никто в этой фирме не работает. Он просто брат сотрудницы Закурдаева Антонина. Это выяснилось потом. А тогда представители казны объяснили, квартира им не нужна, это просто гарант возврата займа. Кстати, договора самого займа и не было. Поэтому суд мошенничество не признает, а женщину просят съехать. Заявляем ходатайство об истребовании материалов уголовного дела, о назначении экспертизы, о допросе свидетелей. Суд нам в данных ходатайствах отказывает. Любопытная деталь. Сейчас идет гражданское дело, где наша героиня значится ответчицей. Решение суда – изъять квартиру. Адвокаты будут подавать апелляцию на это решение. Но параллельно ведут уголовное дело, где директор микрофинансовой фирмы Роман Тюленев значится подозреваемым, а наша бабушка – потерпевший. В деле прописано – на квартиру наложен арест. А значит, передавать ее не должны. В нестыковку двух дел попала еще одна клиентка Сибирской народной казны Галина Макарова. Кстати, у нее договор займа был. Она успела вернуть 350 тысяч. А теперь ее штрафуют приставы, чтобы по решению суда освободить квартиру. В суде они отрицают, что никакого договора займа не было. Типа того, что я обратилась к ним с целью, чтобы продать квартиру. Меня один раз оштраховали на 5 тысяч, меня и дочь. Вот сейчас еще до 29 числа. В суде объясняют, если бы уголовное дело в отношении директора фирмы Романа Тюленева завершилось, и женщин бы официально признали потерпевшими, съезжать из квартиры, скорее всего, не требовалось бы. Но сколько продлится следствие, неизвестно. За прошедшие годы адвокаты на Алтай отстояли жилье лишь двух пенсионеров. Тех, кому суды отказали в подобных делах, в разы больше, и число пострадавших только растет. Адвокаты пенсионерок надеются, что доводы людей услышат теперь уже в Краевом суде. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.